Пока одни создают экраналет со светодиодами, другие программируют автоматические двери для супермаркетов. Сложнейшие задания выполняют студенты колледжей и техникумов. Чемпионат рабочих профессий в эти дни проходит в столице Урала. В нем участвуют и первоуральцы. Металл и искры – это то, что завораживает даже непосвященных. В колледже Дмитрий Чебыкин учится на электрика. Но здесь, на соревнованиях WorldSkills, он и проектирует, и программирует, и монтирует. Его тулбокс насчитывает десятки инструментов. Их стоимость – полмиллиона рублей. Новотрубный завод снабдил участников из Первоуральска всем необходимым для победы. Направленность именно компетенции промышленной автоматики у нас связана с нашим производством. То есть ребята, которые участвуют в этой компетенции, потом работают в наших цехах и обслуживают именно это оборудование. Это сделано для того, чтобы у них появился лишний опыт, лишняя возможность поработать на новом оборудовании, на котором впоследствии они будут работать. Чтобы оказаться в числе участников этих соревнований, Дмитрий Коптиев прошел жесткий отбор. Сначала в колледже, затем на уровне региона. На 27 претендентов было только 6 мест. Каждый из этих молодых людей мечтает не просто победить на областном чемпионате, но и попасть в национальную сборную страны. По словам экспертов, с каждым годом конкурсные задания все сложнее. Раньше намного проще было задания, ну скажем процентов на 30. И времени на 2 часа больше было. А сейчас наоборот. Видите, то есть в сторону увеличения объемов идем и уменьшение времени. Их задания на уровне инженера. Молодые люди моделируют двигатели автомобилей и печатают детали самолета из пластика. А вот юные гении робототехники. Тимуру и Илье всего 16, но они уже призеры престижных соревнований WorldSkills High Tech. И сегодня первоуральцы нацелены только на победу. Роботы могут делать то, чего не могут люди. Например, это точная обработка изделий или, например, работа в низкой температуре. Там, где человек не может прийти, пройдет робот. В этом году в команде будущих белых металлургов рекордное количество участников. За медали чемпионата рабочих профессий борются 20 студентов из Первоуральска. С конкурсными заданиями они должны справиться за три дня. Таисия Пономарева и Александр Захаров. Новости Первоуральск.